Масштабный пожар вспыхнул вчера в Изюмском районе Харьковской области Украины. Горело около 1200 гектаров. Огонь перекинулся на село Студенок. К тушению пожара привлекли работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Черкасской областей. Всего 77 единиц техники и 275 человек личного состава. Из села эвакуировали около 200 местных жителей. Ближе к вечеру основные источники огня ликвидировали. Наблюдались лишь небольшие очаги пламени. КОНЕЦ Борьба с огнем продолжается сразу в нескольких регионах России. Наиболее сложная ситуация в Тыве. Там горит свыше 27 тысяч гектаров леса. Огонь тушит с земли и с воздуха. Привлечено почти 300 парашютистов, десантников, авиалесоохраны. Помогают спасатели из соседних областей. И, как сообщается, группировка еще будет усиливаться. Муссонные дожди вызвали сильное наводнение в Индии. Это привело к необходимости эвакуации нескольких тысяч граждан. Вода в домах, по словам жителей, доходит до шеи. В них уничтожено практически все имущество. Некоторые строения и вовсе рухнули из-за размыва фундамента. В ликвидации последствий наводнения задействованы 5 вертолетов и 228 лодок. Сильные паводки после проливных дождей прошли в Мексике, в Сапапане, в штате Халиско. Затопило ряд автомобильных дорог, а также некоторые районы муниципалитета. Шквалистый ветер, переходящий в ураганы, прошел в понедельник в Аляйсе, в Саудовской Аравии. Напора стихии не выдержали крыши нескольких строений. Обломками повреждены также автомобили. В Финляндии вчера наблюдался довольно редкий для сентября торнадо. Он прошелся по общине Накила, расположенный в провинции Сатакунта. Наблюдали торнадо и в Алжире. Там он прошел в Вилоете Мила. О его последствиях информации нет. Продолжение следует... Продолжение следует... Смерч образовался вчера днем на испанском острове Малерка. В районе города Альгайда. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... В Агульенте в провинции Валенсия прошел крупный град. Кровля нескольких зданий получила повреждения. Продолжение следует... Еще один торнадо прошел вчера в Италии. Там его наблюдали вблизи коммуны Сан-Севера в провинции Фоджи. Продолжение следует... Продолжение следует... Ночное извержение вулкана Папакатипетль произошло вчера в Мексике. Вулкан относится к действующим и входит в поперечный вулканический пояс. Его высота 5 426 метров, что делает его вторым по высоте в стране после пика Арисаба. Вокруг вулкана сосредоточена важнейшая конурбация штатов Пуэбло с восточной стороны вулкана Тласкало с северо-востока и на северо-западе город Мехико с общим населением более 20 миллионов человек. Землетрясение магнитудой 5 произошло в Исландии в районе вулкана Баурдарбунга. 16 часов 31 минуту по местному времени. Очаг залегал на глубине 2 километров. Эпицентр находился в 109 километрах от Хёбна. Подземные толчки ощущались в ряде районов Исландии. Спасибо за просмотр и до завтра на нашем канале.